привет друзья у нас непростые времена связи с поправками и людям некоторым надо принимать решение что купить и часто в комментариях пишут о том посоветуйте пожалуйста какое одно оружие купить на все случаи жизни то есть люди стремятся купить универсальное оружие причины тому разные первая наивность потому что люди думают что можно под разные цели купить одно оружие вторая причина это нормальная человеческая экономия потому что не у всех очень много денег чтобы покупать под каждый вид своих интересов отдельное оружие в любом случае если человек хочет максимально 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 как только возможно все свои хотелки свести только в один ствол то наверное все таки такой ствол есть конечно по всем параметрам будут компромиссы зато он годится для всего чего угодно это тг2 magnum это карабин от концерна калашников в очень мощном калибре но при этом не чересчур мощным который бы сушил ваши плечи так что же можно получить за счет вот этого калибра во первых мы можем приобщиться к оружейной культуре можем иметь оружие для целей самообороны от диких животных и тому подобное тому подобное то есть где-то иметь на даче на дальнем севере если на вас могут напасть медведи то это хороший калибр для того чтобы самообороняться другое назначение спортивное можно ли можно очень сложно во-первых дороговизна патрона во вторых излишняя отдача может быть недостаточная настильность конечно не лучшая идея заниматься спортом но при желании попробовать поучаствовать в одних соревнованиях можно тем более этот калибр за глаза попадает в мажор то есть при попадании вы будете получать больше очков чем те кто стреляет 223 калибр или 545 ну конечно отдача емкость магазина и другие сложности но на попробовать можно использовать охота понятно что охоте можно с разным оружием можно охотиться даже с луком можно охотиться с копьем что я видел не раз можно охотиться на медведя с 22 long rifle калибром все можно особенно если попасть в зрачок и дальше в можичок еще куда-то пуля проникнет конечно животное упадет и некоторые действительно могут попасть на 300 метров 2 с этого калибра но взглянем в глаза все-таки реальности нужен достаточно мощный калибр для того чтобы охотиться на крупного зверя хороший калибр конечно 366 ткм но если речь идет о каком-нибудь крупном кабане если вы идете на лося если вы идете на медведя вам нужен какой-то все-таки запас уверенности вот этот калибр со слов охотников он вот самый раз и что же я сказал сейчас о мощности этого патрона но надо проверить это в деле и мы привезли немного сосны и так здесь 24 доски каждая ширина 5 сантиметров то есть мы получаем метр двадцать посмотрим что наш карабину смогут с ними сделать ну что начнем наверное с малыша стрельнем 366 расстояние где-то у метров 17 наверное ну что посмотрим что у нас получилось раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 12 и вот она 366 калибр пробил 12 насквозь и застрял в тринадцатый посмотрим что сможет его старший брат так ну что посмотрим что магнус сделал вот у нас входное считаем один два 15 16 17 17 и вот он нет магнум пробил 15 насквозь застрял в шестнадцатой доске что ж теперь наша задача пострелять по железу поэтому добавим еще один патрончик мы поставим попер металлический под большим углом но обычные регулировки попера не позволяют стать его достаточно большим углом чтобы для таких мощных калибров он оказывал сопротивление но мы поможем ему с помощью деревяшек тех же под больший угол поставить и давайте постреляем сейчас я наверняка пристрелю свою гопоро камеру сейчас женя стрельнет из своего старого доброго 366 ткм у нас будет с вами сравнение это 50 килограммовый гонг здоровенный и мы его наклонили очень сильно сюда под подложили аж три деревяшки чтобы он имел очень большой наклон три попадания раз два три 366 ткм не смогло завалить этот попер не при каких что называется обстоятельствах здесь же один выстрел его повалил аж аж ноги и пятки засверкали это говорит о том что еще раз двукратное преимущество по мощности пуля одинаковая а вот патроны порох и скорость полета пули совершенно разные вся вот эта универсальность она бы потеряла смысл если бы у нас не было надежности у нас есть надежность платформы калашников это действительно отработанная платформа которая уже много много лет работала на 308 калибре а это аналог 308 калибра и на нем она работает точно также порядка 500 выстрелов было сделано из вот этого карабина и задержек не обнаружено и даже не ожидалось и даже намеков на задержку не было действительно хорошая отработанная система плюс цена опять же в универсальность мы подразумеваемые доступность этот карабин на данный момент наверное один из самых доступных под калибр и да и вообще ну что говорить калаш стоит значительно дешевле айфона но при этом служит значительно дольше и надежнее вот то чего мы делать не будем мы не будем закапывать этот карабин в песок поливать его водичкой обсыпать снегом потому что это было сделано много раз и в плане надежности не имеет аналогов в мире еще одна универсальность карабина тг-2 magnum что это калаш на него есть уйма тюнинга американского европейско-эстонского и российского конечно российского особенно многое много классных компаний от сага до кастом ганс от лейкома в общем куча всего регулируемые газовые камеры облегченные затворы которые здесь я думаю работать не будут но просто сама идея интересно приклады и вообще интересно затюнить этот карабин под тактику и конечно мы проверим на точность точно такой же карабин есть у евгения моего товарища по каналу и сейчас он покажет на что этот карабин способен при стрельбе на большие дистанции сейчас посмотрим что у нас получится по точности попробую собрать группу со стола но с рук буду стрелять давайте смотреть что получится раз два три 4 5 ну вот такая вот картинка вырисовывается со стола все понятно давайте теперь попробуем с рук ну что ж вот две мишени 366 магнум также постреляем по вот этим нашим любимым брусочком постараюсь стрелять достаточно быстро посмотрим что получится на мой взгляд получился хороший охотничий карабин хорошим боеприпасом надежный и как видите из коробки он стреляет отлично сейчас 150 метров с рук таким мощным реально калибром отдача очень существенная я не знаю честно говоря надо по-хорошему пострелять 308 с точно такого же оружия с такой же массой с такой с таким же дульником и оценить но ведь есть еще карабин в 308 калибре который называется а к 308 разумеется и здесь ну тут конечно произведена модернизация части рукоятки приклада появилась чека какие-то другие вещи но суть не меняется это 308 калибр 20 заряд и правда магазин и 8 заряд на 20 заряд но это очень универсальное оружие и даже насколько я знаю в странах африки где-то но хотят то ли хотят то ли уже поставили на вооружение в общем мне кажется это интересная универсальная история и например g3 тоже в 308 калибре делается то есть мощный калибр не очень вместительный относительно не вместительный магазин 20 против 30 но на вооружении многих армиях как военное оружие он рассматривается короче говоря вот можно сказать наш сегодняшний наш карабин это своеобразная база вот под вот этот второй карабин в общем 150 метров с рук не проблема попасть если у тебя есть достаточно времени чтобы прицелиться и обработать спуск давай еще разочек тут самая большая проблема что у нас гонги не крашеные и они сливаются с фоном так что проблему увидеть гонка не попасть еще одна попытка оружие очевидно идет пристреленным сейчас попробую темпово на 100 метров левый правый гонка это только первая часть видео про карабин столь мощного калибра у нас в планах установить разный тюнинг на этот magnum collage и в первую очередь найти подходящее шасси чтобы можно было установить оптический прицел и не опасаться за то что средняя точка попадания станет нестабильной спросите зачем нам оптика а для того чтобы отстрелять этот карабин на 300 метров и понять какова стабильность попаданий это будет интересно друзья в нашем коллективе уже 99 тысяч подписчиков совсем чуть-чуть осталось это солидной цифры 100000 постоянных зрителей давайте поднажмем и те кому нравится наше видео но они еще не подписаны обязательно подпишитесь а мы увидимся с вами в новом ролике уже совсем скоро